Вы смотрите МАЗ Медианьюз сегодня в выпуске. Две жизни забрали дороги полуострова на минувшей неделе. Дело о смертельном ДТП с участием бетономешалки на Камчатке дошло за суда. Навигацию для маломерных судов открыли в посёлке Палана и в Карагинском районе. Об этих и других событиях узнаете далее. Две жизни забрали камчатские дороги на минувшей неделе. Как сообщили в госавтоинспекции, рано утром 9 мая на улице Академика Королёва в краевой столице 19-летний водитель на Subaru Forester, поворачивая налево на зелёный сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю Toyota Karina под управлением пьяного 37-летнего мужчины, который двигался навстречу прямо тоже на зелёный. Машины столкнулись. В результате ДТП водителя Subaru госпитализировали в больницу, где от полученных травм он скончался. Водителю Toyota рекомендовали лечение по месту жительства. Утром 10 мая на 27-м километре автодороги Мортпорт-аэропорт пьяный 19-летний водитель без прав на Toyota Camry не справился с управлением и наехал на фонарный столб. Водителя госпитализировали, а 20-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Всего же за минувшую неделю произошли 6 ДТП, в которых два человека погибли, а семеро получили травмы и 65 столкновений без пострадавших. Так, вечером 9 мая на улице Рыбацкая в селе Усть-Харюзово-Тигильского района пьяный 52-летний мужчина на Акеа-Бонго не справился с управлением и наехал на 31-летнего пешехода. Ночью 13 мая на пограничной в Петропавловске 39-летний мужчина на Toyota Corolla не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, наехал на металлический забор. В итоге машина перевернулась. Телесные повреждения получили водитель и 32-летний пассажир Toyota. Пострадавшим рекомендовали лечение по месту жительства. В этот же день на улице Магистральная в городе Елизово пьяный 42-летний мужчина на Toyota Vista не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся Сысудзу Эльф под управлением 21-летнего жителя полуострова. В результате ДТП водителю Toyota назначили лечение. Как сообщили в Краевой ГИБДД, с 9 по 15 мая удалось поймать 42 пьяных водителя. 10 из них отказались проходить проверку. 86 пешеходов нарушили правила дорожного движения. 79 водителей сели за руль без прав, 188 не пристегивались. На стоянку спецхранения отправили 30 единиц автотранспорта. Также с помощью средств видеофиксации выявили более 14 тысяч нарушений ПДД. Ударил ножом зятя. 70-летнего жителя села Ваямполка Тигельского района подозревают в убийстве родственника. По версии следствия, подозреваемый, находясь в ночное время 14 мая текущего года в одной из квартир жилого дома в селе Ваямполка, в ходе совместного распития спиртных напитков со своим зятем, на почве ссоры нанес последнему удар ножом в область живота. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Злоумышленных задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее подозреваемый уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе совместного распития спиртных напитков нанес ножевые ранения родному сыну. Освободился из исправительного учреждения в октябре 2019 года. Сейчас проводятся проверки, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается. Не прошло и пяти лет. Дело о смертельном ДТП с участием бетономешалки дошло до суда. Авария случилась в Елизовском районе в сентябре 2017 года. Всё это время расследование дела, по словам родственников парня, погибшего под колесами большой машины, тянулось со скоростью черепахи. К такому же мнению пришли и в прокуратуре. И после вмешательства ведомства уголовное дело от елизовских следователей МВД попало в краевое управление. И вот финал не за горами. Дело рассматривают служители Фемиды. С 2017 года я куда только не обращалась, чтобы довести дело до конца. И никак, никак, никак. Но следователями следственной части следственного управления было доведено дело уголовное расследование до логического завершения. Дело передали в прокуратуру для обвинительного заключения. И наконец-то передали в суд. В пятницу 13 мая в Елизовском районном суде состоялось первое слушание, на котором было назначено судебное расследование. И уже 1 июня пройдет открытое заседание с опросом свидетелей. Хоть небольшая победа, но она получилась. Победа, наконец-то состоялся суд. Ну и, конечно, хочется, чтобы обвиняемый понес законное наказание. Масс-медиа-ньюс следит за развитием событий. Возобновили полноценное оказание плановой медицинской помощи пациентам. Камчатка вернулась к допандемийному режиму работы больниц. Стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией позволила вернуть крупнейшие медучреждения региона к привычному графику оказания плановой медицинской помощи. Последние 6-8 недель в Камчатском крае наблюдается стабилизация эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. Данная стабилизация эпидепостановки позволила нам провести мероприятие по реорганизации коечного фонда, предназначенного под COVID-19, и вернуть полностью в строй такие крупные учреждения, как Камчатская краевая больница. Мы полностью вывели ее из ковида. Два года у нас работала в ковиде городская больница номер один, одно из наших крупнейших учреждений. Мы также полностью вывели ее из ковида и вернули в плановую медицинскую помощь по таким крупным востребованным профилям, как кардиология, неврология, терапия. На сегодня коечный фонд региона составляет 105 койко-мест, из которых не задействованы в лечении пациентов с коронавирусом 47 коек. Для понимания, во время волн у нас доходил коечный фонд до 900 коек. 105 коек сейчас вполне хватает нам этого объема для оказания помощи пациентам с ковидом. При этом 40 коек у нас развернута на базе городской больницы номер 2. Остальной профильный коечный фонд городской больницы номер 2 работает для оказания плановой помощи населению края. И центр спид. Центр спид развернуты 60 коек. Центр спид, к сожалению, у нас пока работает в режиме моногоспиталя. Сейчас это единственное учреждение, которое работает в режиме вот такого полностью погруженного в ковид. Все остальные учреждения региона функционируют в обычном режиме, оказывая экстренную и плановую медицинскую помощь. Навигацию для маломерных судов открыли в посёлке Палана и в Карагинском районе с 15 мая. Ранее 5 мая выход на воду разрешили в Тегильском районе. 20 апреля в Алиутском округе, Быстринском, Мильковском, Соболевском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах. С 15 апреля навигацию открыли в Елизовском районе, а также в Вилючинске и Петропавловске. По плану с 25 мая выход на воду разрешат в Алюторском и Пеншинском районах. Добавим, до открытия навигации на воду выходить категорически запрещено. В противном случае на судовладельцев могут наложить штрафы от 5 до 10 тысяч рублей. Также это крайне опасно для жизни, так как в холодную погоду судно может обледенеть. Прежде чем выйти на воду, необходимо проверить исправность своего маломерного судна и его комплектованность сертифицированными спасательными средствами. На борту должны находиться ракеты бедствия, спасательный конец Александрова. На всех, кто находится в лодке, необходимо надеть спасательные жилеты. Также, прежде чем выйти на воду, нужно провести освидетельствование маломерного судна на годность к плаванию в центре ГИМС. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю призывает всех судоводителей быть осторожными на воде. Всегда следует заранее узнавать прогноз погоды, так как у нас она переменчива. Брать с собой запас воды и еды, топлива и теплые вещи. И ни в коем случае не выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения. Помните, вода ошибок не прощает. Добавим единый номер вызова всех экстренных служб 112. По нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона. Вызов возможен из любой точки края, где есть охват операторов сотовой связи. 155 лет исполнилось Российскому Красному Кресту 15 мая. На Камчатке же организация ведёт свою деятельность с 1946 года. Ну ещё задолго до 1946 года камчатцы ощущали на себе работу Красного Креста. И естественно, эта работа и сегодня ведётся очень большая Красным Крестом. Это мы работаем и в рамках 442-го федерального закона по обслуживанию, по социальному обслуживанию граждан Российской Федерации. Это мы имеем сегодня. И вот в этом помещении мы сейчас находимся. Это дом престарелых малой вместимости на 14 колька мест. Это два отделения обслуживания на дому в Петропавловске, Камчатске, Вилючинске. Мы внедряем в свою работу такие новые методы работы, как домашний доктор, санаторий на дому. То есть по назначениям нашего доктора наши социальные сотрудники оказывают социальные медицинские услуги нашим подопечным. Также большая работа сегодня Красным Крестом ведётся и по профилактике популяризации донорства в крае. Сегодня мы видим на дорогах 23 маршрут автобус, который сегодня в наклейках «Сдай кровь, спаси жизнь». У нас сегодня подготовлены наклейки вовнутрь автобуса. 52 автобуса тоже мы их разместим, чтобы люди приходили, сдавали кровь. В Камчатском отделении Красного Креста с 2003 года реализуется программа по посттравматической реабилитации. В сотрудничестве с лечебными учреждениями края открытое действует 39 пунктов по выдаче инвентаря на безвозмездной основе. Также Красный Крест ведёт образовательную деятельность. Школьников и студентов обучают оказанию первой помощи, а взрослых – профессиям сиделки и младшей медсестры. Сегодня Камчатский Красный Крест получил образовательную лицензию по дополнительному и профессиональному обучению. По первой помощи у нас буквально со вторника к нам прилетит тренер. Мы обучим 16 инструкторов, которые будут давать мастер-классы в школах, в учебных заведениях. И до конца года мы должны дать не меньше 220 таких мастер-классов. То есть охват составит более 5000 школьников и студентов. В рамках обучения долгосрочному уходу мы сейчас будем обучать людей таким профессиям, как сиделка, социальный работник, младшая медицинская сестра. До конца года люди должны будут получить, наши камчатские жители не менее 100 человек пройдут бесплатное такое обучение. В честь юбилея Российского Красного Креста поздравить сотрудников местного отделения приехали депутаты Законодательного собрания региона Дмитрий Тимофеев и Владимир Агеев. Они вручили приветственный адрес от председателя Краевого парламента Ирины Унтиловой и отметили, что сотрудники Красного Креста решают самые значимые социальные проблемы, с которыми может столкнуться человек. Стараемся не стоять на месте, стараемся идти вперед и ищем какие-то новые методы работы. Очень спасибо хочется сказать тем, кто нас поддерживает в нашей работе. Основная часть это правительство Камчатского края, которое нас поддерживает, и законодательное собрание, которым мы обращаемся за помощью, чтобы они или увеличили финансирование, или где-то изыскали какую-то нам финансовую поддержку. И законодательное собрание, социальный комитет, законодательное собрание самого Камчатского края всегда идет нам навстречу и поддерживает нашу работу. Российский Красный Крест ведет свою деятельность с 1867 года. Организация является участником Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Их цель – защищать жизни и достоинства людей, пострадавших от вооруженных конфликтов, насилия и различных катастроф. Во второй части выпуска МАЗ Медиа Ньюз смотрите. Последние звонки начали проходить на полуострове. Безопасность туризма для долины гейзеров исследуют ученые. Почти 700 камчатских семей с детьми от 8 до 17 лет уже получили новые президентские выплаты. Об этих и других событиях узнаете далее. Последние звонки начали проходить на Камчатке. Одними из первых со своими школами попрощались 84 11-классника из Вилючинска. Общегородская линейка прошла для учащихся школ номер 1, 2, 3 и 9. Выпускников, педагогов и родителей поздравил губернатор края Владимир Солодов. Сегодня, обращаясь к выпускникам, мне хочется сказать, что вы делаете первый шаг в настоящую взрослую жизнь. Это замечательная пора, пора возможностей, пора, когда вы покажете свои силы и сможете реализовать себя. Я хочу пожелать вам в этот день самое главное, чтобы вы не боялись выбирать то, чем вам действительно хочется заниматься. Известная мудрость, что если вы найдете то, что вы действительно любите, то вам не придется в будущем работать ни одного дня. Вы каждый день будете заниматься любимым делом. И на самом деле главное, что я хочу вам пожелать, это самое любимое дело для себя найти. И когда вы будете его для себя выбирать, не сомневаться и быть смелыми, быть дерзкими, мечтать полную силу. И тогда все у вас получится. Владимир Солодов также добавил, что именно от сегодняшних выпускников зависит будущее не только Камчатки, но и всей страны. Это громкие слова, но они действительно соответствуют правде. То, что вы действительно захотите сделать, и получится в будущем. Мне хочется, чтобы именно такие слова были у вас и такие мысли были у вас, когда вы делаете вот эти важные в вашей уже взрослой жизни шаги. В этом году 11 классы оканчивают около 1600 человек. Последние звонки для выпускников прозвучат на этой неделе. Безопасность туризма для долины гейзеров на Камчатке с помощью температурных регистраторов исследуют ученые. Специалисты уверены, что грамотно организованные турпотоки не опасны для одной из ключевых достопримечательностей полуострова. Полгода за режимом извержений долины гейзеров следили специальные приборы. Полученные данные помогут понять, ожидать ли новых изменений в жизни непостоянной долины. Кроме того, ученые хотят научиться прогнозировать чрезвычайные ситуации. Если сравнить влияние туристов на долину гейзеров и влияние природы самой на долину гейзеров, несопоставимо. Потому что первая катастрофа 2007 года уничтожила мгновенно третью часть гейзеров. То есть они были погребены под обломками и затопила еще третью часть. Но часть из них, правда, потом восстановила свой режим. Или, например, вторая геологическая катастрофа 2014 года, когда был выведен из строя Самый впечатляющий гейзер – это гейзер «Великанцы». Это, конечно, несопоставимый ущерб с тем, который за время, когда долина гейзеров была открыта, был нанесен из-за туризма. Алексей Кирюхин добавил, что при рациональной организации экскурсий надо давать людям возможность увидеть уникальные природные явления и красивейшие ландшафты. «Та структура туристская, которая сейчас практически не нанесла ущерба, если сравнивать ее с теми двумя катастрофами, которые пережила долина в последние 15 лет». Сегодня в долине ведется непрерывный мониторинг. Следить за этим уникальным объектом очень важно по двум причинам. Первая – научная, для того, чтобы лучше понять процессы, происходящие в парящем ущелье. Вторая – для того, чтобы сделать посещение безопасным, ведь долину гейзеров ежегодно посещают несколько тысяч туристов. Камчатцы, рискующие потерять работу, могут временно перевестись в другие организации. Данной мерой можно воспользоваться, если приостановлена деятельность предприятия, в котором трудоустроен человек. Для перевода на новое временное место работы необходимо письменное согласие работника и направление от Центра занятости населения. Работодатели могут заключать с камчатцами срочный трудовой договор с возможностью его продления. Эта норма закреплена в постановлении правительства России. Трудовой договор, заключенный с основным работодателем, будет приостановлен, но срок его действия не прервется. Так, после окончания или расторжения срочного трудового договора, работник сможет вернуться на прежнее место. Добавим, принятые на федеральном уровне меры направлены на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы. В их числе – частичная оплата труда и техническое оснащение при организации общественных работ и временного трудоустройства, оплата стоимости образовательных услуг. Камчатки на эти мероприятия выделили более 100 миллионов рублей. Лаборатория «Кадровые реалии. Энергетика» прошла на Камчатке. Участники мероприятия обсудили подготовку кадров для энергетической отрасли региона. Сейчас на полуострове проводится цикл лабораторий. Целью каждой из таких лабораторий является посмотреть, как под микроскопом, на одну из пяти стратегических отраслей, важных для дальнейшего развития Камчатского края, и выстроить цепочку от школьного образования к среднему профессиональному образованию, и к высшему образованию, и затем к работодателю. И на этой площадке здесь сегодня у нас есть энергетический колледж, у нас есть представители технического университета, у нас есть представители института развития образования и компании-работодатели, которые работают в энергетическом секторе, потому что нам очень важен сегодняшний диалог, чтобы были озвучены те проблемы и те острые моменты, которые нам предстоит решать. И по итогам работы вот этой лаборатории будет как раз часть посвященной энергетике в нашей стратегии развития профессионального образования в Камчатском крае зафиксировано. Участники мероприятия выявили ряд проблемных вопросов, касающихся недостаточной работы по профессиональной ориентации со школьниками на тему энергетики. При этом отметили положительную динамику в этом направлении. Так на полуострове ученики могут посещать энергокласс, который открыт на базе Камчатского морского энергетического техникума. Коллеги отметили нехватку преподавателей, при этом есть ножницы, говорили про примеры, когда работающие специалисты готовы приходить и преподавать студентам, но у них нет профильного образования, навыков и им здесь надо помогать. У нас тоже родилась идея обсуждения, что это тогда тоже дополнительное профессиональное повышение квалификации, дополнительное обучение для тех, кто потом придет в роли преподавателя. Потому что это обязательная связка между практикой и образованием должно быть. На встрече отметили, что на Камчатке нет возможности продолжать высшее образование в энергетической сфере. Вот здесь у нас развилка, нам надо подумать. Мы можем идти в программы целевой подготовки и направлять, как это делают уже работодатели Камчатки, на целевое обучение студентов. Мы можем реализовывать какие-то сетевые программы и об этом мы уже дальше продолжим разговор вместе с высшими учебными заведениями Камчатского края и вузы-партнеры, в том числе ДВФУ. Цикл лабораторий продолжится. Так проведут такие мероприятия по педагогическому и экологическому направлениям, а также сфере транспорта и логистики. Почти 700 камчатских семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет уже получили новые президентские выплаты. Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи. В соответствии с указом президента 175 от 31 марта 2022 года малообеспеченные семьи с детьми от 8 до 17 лет имеют право подать заявление на ежемесячную выплату. По состоянию на 13 мая 1056 заявлений приняты с положительным решением. По состоянию опять же на 13 мая 681 заявление, это в отношении 945 детей были приняты положительные решения и деньги перечислены. Это свыше 31 миллиона рублей. Те заявления, которые были уже оплачены в мае месяц, следующая выплата за ее месяц будет осуществлена 3 июля. Подать заявление можно не только на портале госуслуги, но и в клиентских службах пенсионного фонда и в МФЦ. Срок рассмотрения заявлений 10 рабочих дней, но при необходимости может быть продлен до 20. В таком случае заявителю придет уведомление в личный кабинет на портале госуслуги. Для того, чтобы получить выплату с 1 апреля, необходимо подать заявление до 1 октября этого года. Добавим, с инициативой о новых выплатах семьям с детьми выступил президент России Владимир Путин. Способия назначают нуждающимся семьям, в которых ежемесячный доход на человека не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. Субтитры создавал DimaTorzok